У нас лабораторная работа изучения колебаний математических маятников. Математический маятник это, в котором один груз висит на длинной нити. То есть размеры груза можно пренебречь относительно длинной нити. Работа, используя математический маятник, мы можем определить ускорение славянного падения. Экспериментальный путем. Вы знаете, что теоретически ускорение славянного падения равно 9,8 мс2. Тогда как мы определяем эксперимент? Так, мы опыт делаем. Только что вы таблицу вам отправили. Там видно, что при разных длинах меряем время колебания. При разных длинах. То есть, например, мы какую-нибудь длину выбираем. При этом длине длина, например, 70 см. При этом длине мы должны время колебания должны быть. Время колебания отпускаем назад. Это полное колебание. Отпускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. За сколько секунд это прошло? Измеряем время. Записываем сюда, вот. Сюда, например. И потом длину изменяем. Длину изменяем, вот. Длину изменили, например, 80 см. Опять меряем время. Десяти полных колебаний. Так же вот. Один полный колебаний это отпускаем. Назад придет, это один колебание. Считается. Запомните, пожалуйста. Таким образом, при разных длинах меряем время, вставляем сюда время. При разных. Это длиннее маятника. Потом определяем мы, меряем время, потом можем определить по формуле период колебаний. Что такое период колебаний? Период колебаний это время одного полного колебания. То есть, то есть время отсюда отпустили, назад пришли. За сколько секунд это? Мы его определяем по формуле. То есть, то равно время делить на, например, 10 колебаний. Например, 10 колебаний. Это, например. Например, 10 колебаний. Вот это период колебаний. Потом мы каждый год, например, при разных длинах меряем время. Потом при разных длинах определили период. Потом квадрат. Т квадрат определяем. Заполняем вот эту строку таблицы. И потом мы им рисуем. И рисуем градус зависимости. Градус зависимости. Т квадрат от L. L это, например, метр. А T квадрат вперед, как время, это значит секунд квадрат. Секунд квадрат. И рисуем график. Получится график. Получится график, например, такой. График получится, например, у вас. Сейчас покажу вам график примерно. Такой получится. Вот. График должен примерно такой получиться. График. И отсюда определяем. Вот. График получится, например. И из графика определяем метангизация. Это Дельта Т квадрат, а это Дельта Ель, Дельта Ель. Теперь Тангельс Альфа равен Дельта Т квадрат делить на Дельта Ель. И потом по формуле находим ускорение своего нападения. g это равно, окончательная формула, g равно 4π квадрат делить на Тангельс Альфа. Вот это мы когда рассчитаем этот g, значит он будет получиться примерно 9 и 8. Ну хорошо, 10, 9 и 8, 9 метров в секунду квадрат, 10 метров в секунду квадрат, это уже нормально. Это как эксперимент удастся можно сказать. Дальше вы должны определить, после ускорения своего нападения, мы определяем даже его сравнить теоретическим, а теоретические значения вы знаете 9 и 8. Вот как мы должны. Тогда вы должны сегодняшнего дня запомнить, что такое математический маятник, что такое период колебаний, что такое полное колебание. Как раз полное колебание, например, отсюда отпустили, пришел назад. Один полный колебание. Вот, период это время одного полного колебания. Обе измеряются в секундах. Все хорошо. Запрещено. Как 1967.